Доброе утречко! С вами Одесситка из Швейцарии. Я рада вас видеть снова на моём канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями, новостями из Швейцарии. И не только из Швейцарии, потому что сегодняшний мой сюжет будет из Франции, где мы вчера побывали. Кто знает, мы ездим периодически во Францию по делам, и всегда у нас график очень забит. А вчера была пауза около часа, и я решила сделать обзор цен на продукты во Франции. И сначала мы немножко разочаровались, потому что попали в какой-то маленький городок, где магазин работал только с 9 до 12-15. И нас буквально за руки выпроводили из магазина. Биат мой пришёл в шок, потому что такого бы никогда не могло случиться в Швейцарии, где если уже зашли люди в магазин, закрывают внешние ворота и ждут, когда они сделают покупки. Ведь мы пришли тратить деньги, потому что очень переживали, что мы не найдём, где поесть. Так как во Франции по понедельникам в основной массе рестораны закрыты, так как они работают в воскресенье. И мы думали хоть что-то схватить, купить, перекусить, так как из Швейцарии мы выезжаем в 5 утра и возвращаемся очень поздно. Но в любом случае получился прекрасный сюжет, так как потом мы нашли огромный супермаркет, типа нашего большого Мигроса, и очень много интересных там нашли вещей. В любом случае будет интересно посмотреть даже людям, кто не живёт ни во Франции, ни в Швейцарии, чтобы сравнить цены с вашими странами. Поэтому усаживайтесь поудобнее и приступаем к просмотру. Ну а кому цены на продукты не интересны, не тратьте своё время и энергию. И не стоит даже писать никакие комментарии, кому это нужно, кому это интересно. Лезть на каждый товар есть свой покупатель. Об этом сегодня и речь. Ну а мы начнём. Так, пользуясь случаем, сделаю вам сейчас обзор цен. Ой, с девяти до двенадцати, пятнадцати он работает всего лишь. Это как? Так, мы во Франции, здесь евро, да? Значит, смотрим. Бух, дрова, 6,99. Ха-ду. Так, сразу идёт алкоголь. Я так понимаю, это маленький магазинчик, деревенский. Значит так, 20 килограмм картошки, 9,90. У нас в Швейцарии один франк за килограмм. То есть вот уже в два раза дешевле, да? Будем сравнивать цены. Ой, смотрите, тут уже Деда Мороза, 24,90. Опять-таки, Вайнахтс Календер за 19,99. Боже, ничего себе, кукла, 67 евро. Так, это игрушки, сладости, ого. Какой огромный Дед Мороз за 5,99. А этот за два. Да, вот это, конечно, очень дёшево. У нас таких цен нет. Так, тут тоже эти календари рождественские доставать. Шоколадки разные. Ещё какие-то минус 50 здесь цены. Так, линдер. Это со Швейцарии. Это дороже, чем у нас. Вот, кстати, каштаны. Кто спрашивал, как они выглядят? Килограмм 6. Это у нас тоже 4,50. Так, смотрим. И аппель. Ах, и вот мои любимые яблочки. Кибоскоп. Вот так вот они выглядят. Видите? Шершавые даже. Биллигеры. У нас они 6 франков. Крайцалтики. А, 3,20, говорит Беат. Так. Даже экзотика здесь есть. Ага. Смотрим, вот мясо. Ой, креветки. 13,95 за килограмм. 9 евро маринованный лосось. Аферты опять-таки. Красная рыба за 10. Не знаю, сколько у нас. Ага, 41 за килограмм. Так. Это получается 9,99. Большая упаковка. И вот вам селёдочка. Так. Хлеб 2,39. Багет 89 центов. Прям хрустящий. Это тоненький. Видите? Они тоже бывают разные. Этот вообще 45 центов. Я возьму. Шамаль. Шамаль. Эт вас мит апфель. Лёдер вас издас. Так. Филейх кезе. Здесь всё замороженное. Филейх кезе. Угу. Дизерди и штинкт. Это вонючий сыр. Видите? Он так запечатан. Он очень сильно воняет. О, раклет. Так. Сыр для раклет вы можете замораживать. Так. Они закрываются. Ну, хоть что-то успеть. Значит так. Биштек. 14,90. Румштек. 26. 9,90. Значит, отбивные. Так. 14 евро за килограмм. Вот. Возьму такую. 3,56. А-а-а. Хотела сделать вам сюжет. С 9 до 12 открыть. Что это вообще такое? Ну, что? Значит, смотрите. Велосипеды здесь 199,99. Ммм. Причём этот 749. Это, я понимаю, этот электро. И что у нас здесь? Огромный. А-а-а. Вот эти пилеты. То, что для отопления используют. Стоит он 6,99. Гранулы. 15 килограмм. Так. Итак, всё, что мне удалось схватить перед закрытием. Значит, смотрите. Килограмм свинины 8,50 стоит. Сейчас была скидка. Это на косточке отбивная. Сколько здесь в итоге получилось? Почти килограмм. 800 грамм. Красную рыбу мы взяли. Сыр. Раклет. Жамбон. Очень вкусная ветчина. Биат. Цек. В основном. Сыр. И багет. И вот это всё на 30 евро. Не знаю. Дорого. Дёшево. Биат говорит. Такого. Unfreundlich персонала. Конечно, мы ещё нигде никогда не видели. Тратить, да? А тут они нас чуть ли не выгоняли с магазина. Такие. Алло, алло. Мы закрываемся. И они такие прям недовольные. И, кстати, нам даже никто не предложил ни пакет на кассе. Они видят, что у нас ничего нет с пустыми руками. Мы вот так вот всё в подмышку взяли и вынесли. Швейцарское качество уже, конечно же, везде. Везде будешь замечать, что тебе чего-то не хочется. С вами сейчас такой магазин. Он открыт. И посмотрим, какой здесь выбор продукты. Пожалуйста. 14 евро. 25 килограмм картошки. Вот так вот он выглядит. The Crazy Days. Тоже сначала идёт вино. Разное. Хочешь в коробках. Опять уже. Пиво, 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 не биво. Всевозможные аксессуары на Рождество. Так, здесь пошли орехи, снеки. И огромный выбор алкоголя. Так, чипси. Даже не знаю, с чего начинать просмотр. Чтоб с чем-то... А вот мясо. Мы как раз упираемся в мясо. Посмотрим, какой здесь цена за килограмм. Так, эскалоп 12,95. А вот маленькие куропаточки. Или голуби даже. 14,95. Фермерская курица. Это 8,90 за килограмм. Так, это курятина. Печёнка 6,50 за килограмм. 14,50 идёт говядина. А вот кусок 7,90. Это 6,90 за килограмм. За килограмм. Смотрите, какой интересный набор. Тут всё для бургеров. Булочки. 4 свежайших стейка. Сыр и соусы. 12 евро. Вот какие огромные куски. 6,90 за килограмм. Сютфляш. 9 евро стоит. Посмотрите, какой огромный стейк. 1,367,95 за килограмм. Жамбон. Как вырезка, да? Такой огромный. За 10 евро. Вот такой большой кусок. Так, антрикот 9,20 за килограмм. Свинячий, свиной. И такая вот грудинка. От безны. 12,50 за килограмм. И 10,90. Так, что у нас здесь? 18,95. Куски. 9,25. Грудинка 10,20. Сосиски. Сыры. 11,90. 14,50. Идут полуфабрикаты. Разные. Колбаски. Вот кордон блю. 13,90. И разные копчёности. Но мы это уже всё не едим. Так, а вот что интересно. Типа паштета. Так, тут разные паштеты. Вкусный зельц. И я сейчас возьму утиный паштет попробовать. Смотрите, он залит вот так маслечком. Нежнейший. 184. Так, получается. 3,25. 17,50 за килограмм. Смотрите, вот эти куропатки. Но они почему-то чёрного цвета. Зажаренные уже. О, какие тыквы. Так, морепродукты. Вот, пожалуйста, у нас есть... Это что у нас? Мидии. Сколько здесь грамм? 200 грамм. Маловато. Так, лосось. 24,17 за килограмм. Есть солёный. Я уже купила. Ага. Вот креветки. Огромные килограмм. Сколько стоит? Так, вот это я возьму. 10 евро за килограмм. Есть уже почищенные. Смотрите, какие красивенькие даже. А это 2,77. Так, возьму ещё масло. Брюссельская капуста стоит 2,68. Помните, в Германии она была 90 рапенцем в прошлом году. Так, тыква 1,99 за килограмм и 1,53 за килограмм. Это цикорий. Грибы, шампиньоны. Так, красная капуста. О, белая капуста 2,25. Помните, на прошлой неделе я покупала в турецком магазине. В Швейцарии было дешевле. Дальше. Помидоры. Ничего себе. 7 евро за килограмм. Ну, это вот эти черри. О-о-о. А вот эти 5 евро за килограмм чёрные. А эти 3,30. Дороже, чем в Швейцарии. Либо у нас 3,60. Сейчас у Биата спрошу. Боже, посмотрите, какой здесь огромный брии. 8,79. Да, Биат прямо здесь застрял в сырном отделе. Особенно вот этот, наверное, 100% вонючка. Да, Биат? А я ещё люблю такой, чтобы он был как козий, мягкий. Тоже огромные куски. Смотрите, этот сыр. 12 месяцев выдержки. 23 евро за килограмм в Швейцарии. 45 стоит тоже сыр. Вот классная тарелка. Тут всё нарезано. 240 грамм на большую компанию. Как раз на бранч воскресный. 7 евро за такую большую. 240 грамм на тарелочку. А это, смотрите, что интересно. Это ветчина. Вау. В такой вот уже она подливки. Замаринованная. И, наверное, её надо просто запечь. 10,50 за килограмм. И такой кусок стоит 13,71. Так, это я возьму. Смотрите, какие тоже необычные блины. Тёмные. Галеты, они тут называются. Стоят 9,80 за килограмм. Интересно, из какой это муки. Неужели гречневые? А-а-а. А это тесто фила. Дрожжи. Так, вот тоже просто тальетелла. Каштаны стоят 7 евро за килограмм. Большой выбор груш. 3,99. 4 евро груша. Вот, Вильямс. Обожаю. Есть такие красные, а есть зелёные. Очень вкусные. Тают во рту. Ой, даже лесной орех есть. 8,54 за килограмм. Так, огурцы здесь очень хорошие. 1,19 за штуку. Так, вот этот вот вонючий сыр. Всегда он упакованный. Плотненько. В холодильнике тоже его закрывайте. Так, что здесь ещё есть интересного? Ого, какая огромная сметана. Так. Я не знаю, что это. Так, здесь идут разные шампуни. Не вижу особой какой-то разницы. Ммм, красная помада. Кстати, красивый цвет на концерты. 1,43 стоит. Так, что у нас здесь? Здесь у нас трусики, носочки, солидки, колготки. Так, шоколадки. Ага, может, для Эмили какую-то вкусняшку сейчас куплю. Так. Всё для праздников. Надувные шарики, напитки. Сок. 2,77. Лимонады. Большая бутылка. 1,81. Кто это любит? Оранжина швейцарская. 4 за 4 бутылочки. Швепс. Туалетная бумага. Можно бы не померить. 3 килограмма семок. 3 килограмма сема. Это только для Вёгель, это только для Вёгель. Нет, Беат, это для меня. Нет, нет, для Вёгель. Какой. Нет, это для Вёгель. Нет, нет. Да, и я тоже. Серьезно, Вёгель кушает. Да. Серьезно. Он не верит, что это люди едят. Говорит, что это для птиц. Не надо вообще. боже посмотрите засухшие розы засушенные до 9.95 за штуку и огромный выбор война с календарей причем как сладких от разных вкусных фирм милка m&d м киндер сюрприз даже хариба но я бы своим детям покупала бы такого рода от лего play мобиль лучше доставать какие-то конструкторы чем портит зубы вкусняшками а что вы думаете по этому поводу и смотрите какая здесь есть классная штука можно за 1 евро взять такую картонную коробку чтобы не выбрасывать бесконечные пакеты спасибо большое что посмотрели этот сюжет до конца спасибо за лайки за комментарии ну а мы увидимся с вами уже завтра в не менее интересном сюжете отличного всем дня прекрасного настроения и кстати воскресенье в теме кулинарного сюжета я вам покажу чем мы таки пообедали во франции в день когда закрыто практически все это было деревенская французская кухня пальчики оближешь так что кто еще не подписался на мой канал сделайте это прямо сейчас чтобы не пропустить самое интересное пока пока и посмотрите на мою орхидею она еще одну выпустила ветку и зацвела это еще не закончила цветение а новые бутоны уже раскрылись и кто-то мне сказал дайте этой орхидее витамины чтобы она тоже зацвела но я их абсолютно одинаково удобряю абсолютно одинаково то есть одна растет а вторая не очень ну вот что то что то здесь уже проклевывается